Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Митинг общественников, обсуждение за круглым столом. Станет ли парк имени Ленина местом строительства нового спорткомплекса? Пока не решено. Готовы пойти на крайние меры? Что стало причиной стихийных собраний жителей Бийского заречья? Последний рабочий или первый праздничный день? Каким будет 31 декабря для жителей края? Судьба Барнаульского парка имени Ленина окончательно не решена. Напомним, на его территории планируют построить современный спортивный комплекс. Из федерального бюджета на эти цели готовы выделить 125 миллионов рублей. Но горожане с таким решением не согласны и даже написали петицию в адрес губернатора. К тому же 22 декабря общественники планируют провести митинг против застройки зеленых зон города. Между тем, министр спорта региона Алексей Перфилев сегодня заявил, что решение строить или не строить спорткомплекс в парке имени Ленина пока не принято. Ведь на данный момент рассматривается еще несколько участков для строительства. На Малахова – 132, Солнечной поляне – 88, Власихинской – 148. Задача Минспорта – заниматься ресурсами и задача уже муниципалитета, обсуждая с населением, предлагать площадки. Мы считаем, что это одна из подходящих площадок, но в любом случае окончательное решение должен принимать муниципалитет, услышав мнение горожан. Поэтому в ближайшее время начнется череда круглых столов, по итогу которых будет принято решение строить, не строить, там, не там. Напомним, осенью столь же актуальной была тема строительства отеля «Рэдисон». Жители Барнаула также оказались недовольны выбором места будущего расположения отеля, и оно до сих пор не определено. На эту тему, а также о проблемах здравоохранения, о выборности мэра и поддержке сельского хозяйства, журналистами говорил и губернатор Виктор Томенко. Мы выбрали для вас наиболее интересные вопросы и ответы. Для решения острых вопросов, особенно привлечения, скажем, врачей в сельскую местность, работают несколько механизмов. Такие, как вы знаете хорошо, сельский фельдшер, земский доктор, работают такие программы, которые позволяют тем врачам, которые приняли решение и готовы переехать, жить и работать в сельской местности, получать повышенные размеры подъемных, там полмиллиона в случае с фельдшером, миллион в случае с земским доктором. Нельзя сказать, что это полностью позволяет нам вопросы закрывать, но где-то острые моменты. Мы должны планомерно и точно так же неуклонно работать над вопросами материального стимулирования. Мы с вами цифры открываем и смотрим. Вот Кемеровская область, вот Новосибирская, вот Красноярский край, вот Томская область, вот Томская, вот Алтайский край. Мы где? Ну вот мы здесь, мы в конце списка. А что тут, как я скажу, что мы у нас лучше всех, что ли? Называть вещи своими именами, это ведь, наверное, правильно. Это нам дает возможность, понятно, оценить текущее положение дел, выяснить, где чего у нас слабо, и от этого начинать строить свои планы. У меня у самого сразу были сомнения, что там будет сложно найти взаимопонимание. Похоже, в этой части города вообще ничего нельзя делать. Вы правильно сказали. Какое-то такое вот сакральное, так сказать, отношение к этому, ко всему, что там у нас на сегодняшний день есть, и нежелание этого менять, оно присутствует. Ну, вероятно, с этим придется и даже нужно будет согласиться и принять. Вот если только к краевой администрации завтра митинг не придет из нескольких сотен человек, которые потребуют там что-нибудь построить, тогда можно... Десять лет разные люди в разных составах приходили к одному и тому же выводу, что мы, наверное, будем сохранять существующую систему выборов городоначальника. Но и надо сказать, что и та система, которую вы называете прямые выборы, и опосредованная система, когда через делегирование этих прав и полномочий, и возможностей депутатам городской думы, и та и другая модель, они работающие. И в той, и в другой модели, в конечном итоге, в городе будет городоначальник. И та и другая модель имеют свои минусы, имеют свои плюсы. Подробное интервью смотрите на нашем сайте и в ютубе. Ну а пока продолжим. Жители Бийского заречья готовы пойти на крайние меры, чтобы обратить на себя внимание властей. Суммы за отопление и горячую воду, полученные ими в декабре, стали причиной стихийных собраний. Они проходят почти в каждом дворе. С цифрами в квитанциях познакомились и наши коллеги из Наукограда. Микрорайон льнокомбината кипит от возмущений жителей. Кажется, что квитанции с суммами за отопление и горячую воду они постоянно носят с собой. 7 тысяч за отопление. А квартира какая? Сколько? Трехкомнатная квартира. Трехкомнатная и 70 квадратов. С каких пор двухкомнатная квартира стала стоить 4,200 за двушку? Вот это же вообще невыразимо. Как может быть, это сами люди простые платить такие суммы? Да никогда. Одна гигакалория в городе стоит 1620. У нас 3,200. Почему 3,200? У нас по краю самый высокий тариф. Малые котельные заречья были переданы предприятию «Водоканал» 1 января 2018 года, 6 газовая в ноябре того же года. В апреле, то есть в конце прошлого отопительного сезона, администрации Бийска были приняты изменения в постановлении. В части схемы оказания социальной помощи ее сделали адресной. Существует тариф «Водоканала». Соответственно, «Водоканал» в принципе всегда производил начисление по своему тарифу, но оно разбивалось на две части. Одна выставлялась населению часть, вторая часть возмещалась администрацией. С 1 октября этого года полностью вся сумма начисления производится потребителю, и после уже оплаты потребителем данного начисления администрация производит возмещение непосредственно ему, потребителю. Действительно, социальная помощь поступает потребителю адресно, но при условии, что оплаты производятся до 10-го числа каждого месяца. Только в этом случае социальная помощь будет начислена за отчетный период. В ноябре за октябрь, в декабре за ноябрь и так далее. Почему именно 10-го до 10-го числа? Да, да, да. Вот, пенсию получают многие 12-го, 13-го, а уже идет пенят. Почему зашкаливают счета? Почему вместо обещанных 50% помощи получаем 400 или 500 рублей? Откуда взялись 33 квадратных метра, на которые эта самая помощь идет, а за все остальное платить приходится по полной программе? Это далеко не все вопросы, которые расслышали мы в гуще народа, собравшегося как раз напротив шестой газовой. Вот эти даже компенсации, которые не выплачивают, получается так. Если квартира на бабушке, то, значит, сын бабушки – это член семьи, а снаха и внуки – это не члены семьи, на них не полагается дотация. Это как? Хотя по семейным правам там наследование и все прочее – это такие же ближайшие родственники. Кстати, для сравнения, тариф, утвержденный для бийских зареченцев, один из самых высоких в крае, даже превышает средние показатели по регионам. При этом, по данным Алтай-Крайстата, в Бийске самые низкие тарифы на тепло и горячую воду. Но это касается только правобережной части города, где ресурс поставляет Бийск Энерго. В заречной части за отопление люди платят почти в два раза больше. Один человек живет в трехкомнатной квартире, там за рекой от ТЭЦ отапливается, он платит тариф, допустим, ну я грубо говоря, две тысячи, а у нас такой же человек живет в трехкомнатной. Нам сделали ограничение, 33 квадрата ему компенсируют, а остальное он заплатит по этой, это тоже. Тариф должен быть одинаковый, максимальный мы теперь платим. Что это такое? Какие могут быть ограничения? То есть мы, получается, люди второго сорта. Это вообще нужно написать на сайт президенту Путину. Пусть там центральная власть разбирается. Не все, но часть вопросов горожан напрямую относятся к городской администрации и к единому расчетно-кассовому центру. Туда их бийчане и переадресуют. Татьяна Голубева, Марина Волкова, Андрей Сегаев. День с толком. В этом году во многих регионах России вдруг решили отказаться от работы 31 декабря. Хотя переносить выходные или нет, решает только федеральный закон или правительство страны. Как к инициативе относятся жители Алтайского края и губернатор Виктор Томенко расскажет Ирина Корчегина. 31 декабря. День салатов, гостей, новогодних фильмов. Смотреть в этот день на лица своих любимых коллег – это, конечно, все здорово, но согласитесь, куда приятнее отправиться с друзьями в баню или остаться дома и ждать своего Жени Лукашина. Парадоксально, но этот день не входит в число официальных праздников. Хотя уже более 10 субъектов России отказались работать 31 декабря. Среди них Ленинградская, Свердловская области, соседний Томск. Губернаторы стали объявлять 31 выходным, а субботу 28 декабря – рабочим. Да я вообще не знаю, что это за вопрос такой серьезный, что обсуждение аж по телевидению. Ну, 31-го все ходят по магазинам, все закупают, все готовятся к встрече. Да выйти там можно, но лучше, конечно, отдыхать. Сами понимаете, как работает 31 числа. Глава региона Виктор Томенко решил воздержаться от флешмоба губернаторских решений. Главная причина – от населения нет особого спроса. Кому надо, возьмет себя отгул или отпуск. Да и задумываться о судьбе 31 декабря надо было еще в начале года, а не за две недели до праздника. И так этот день всегда, выходной, не выходной, он и так всегда является, ну, в какой-то степени предпраздничным. И чуть-чуть пораньше люди с работы уходят и уже в этот день приходят. И в приподнятом настроении, доделывая, как правило, какие-то итоговые дела. 31-й рабочий день и увиделись с коллегами и поздравили друг друга, что-то пожелали. И все же в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. Решение примут уже, скорее всего, к концу 2020-го. А для кого-то последний день в году, вне всяких законов, всегда будет рабочим. Это касается медиков, военных, полицейских, журналистов. В прошлом году, когда последним рабочим днем в году было 28 декабря, я помню, что мы начали праздновать часов в 10, и мы праздновали шампанским. И часа в 3 у всех моих коллег, включая меня, наступило просто похмелье. И тут вообще не до работы, когда раскалывается голова. Что скрывать, такое может случиться с каждым из нас. Если, конечно, ваш добрый работодатель не объявит 31-е выходным днем. Но в любом случае, по закону, 31 декабря уходим с работы на час раньше. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. К новостям спорта. Первые соревнования и уже победа. 11-летний Никита Терещенко, который плавает в холодной воде, занял первое место на Кубке мира по зимнему плаванию. Старты проходили в Тюмени. Почему мальчик выбрал такой необычный вид спорта, расскажет Полина Жданова. Без разминки в холодную воду не зайдешь. Подготовка порой длится дольше, чем сами заплывы, говорит Никита Терещенко. Ему 11, а он уже чемпион по плаванию в холодной воде. В первых своих соревнованиях Никита поучаствовал летом в республике Алтай, а недавно вернулся с чемпионата мира из Тюмени с победой. Говорит, заплывы в холодной воде всегда особенные. Когда из нее выходишь, такое хорошее ощущение. Когда в бане греешься, тоже очень хорошо становится. Ну, еще необычный такой вид спорта. Тренер Никита отмечает, что таких смелых детей в Алтайском крае пока мало. Ведь многие родители не одобряют экстремальный на первый взгляд вид спорта. А на самом деле это отличное закаливание и тренировки начинают с малого. Здесь идет уже как бы более закаливание. То есть здесь мы много не плаваем. Достаточно там несколько подходов по 15-20 секунд. Для детей много это не надо. Никита преодолевает дистанцию в 25 метров. До 14 лет больше нельзя по нормативам. Но когда-то он одолеет и 100. Все потому, что хочет стать абсолютным чемпионом. Кстати, еще один шаг к своей мечте мальчик сделает весной в Петрозаводске. На этапе Кубка мира и Кубка России. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.